Привет! Гроза всех бандитов! А ты чего тут делаешь? Кто это вообще, блядь? Ушелье охотник перекрыто наглухо. В долину крови проходу нет. Вот так и попадаешь в стеор. А кто это? Что говорят о пещерах местные жители? Местные считают, что они прокляты. Я бы её пещеру прочистил. Я в любом случае не собираюсь удалить, чтобы узнать, что кровь или нет. Ну и что? Что ты собираешься делать? Бабуля этой. Для начала займусь поисками Риклина. Кто такой Риклин? Мой, эээ... О, блин, ну... Мы скоро поженимся. Понятно. Зачем вообще разговариваем? Я тоже буду держать глаза и уши открытыми. Держи очко открытым. Я скоро вернусь, когда узнаю, что твой Риклин стал повстанцем. Да, местный барон Ренвик. А мне нужно найти Гертана, который сидит где-то в пещере. Она сказала, как бы, берег моря под замком. Но я не понимаю. Типа, прохода такого нет? Нет, ну давайте. Попламаем, что ли? Подождите, это что такое? Я не понял. А как это вообще работает? Я же в воду прыгнул. Че за понос? Да че это за бред-то? Вы вообще такое видели хоть в одной игре? Чтобы чел пробивал дно, бля, в натуре, на полном смысле. Я же в трех метрах был от воды. Сколько он весит, этот мужик, блядь? Я не знаю, 300-500 тонн, ёпта, блядь. Тут моя суженая. Наигралась в Дунжуан Кипер 2, какое-то старое супер-бумерское говно. Говорит, посоветуй какую-нибудь новую игру мне, или это же геймер. Я что-то такое думаю, что бы ей посоветовать. Знаете, что я ей посоветовал? Detroit. Become Human. Она проходила, сказала, что это самая интересная игра, которую она вообще видела в своей жизни. Detroit. Вот так вот. Хорошо придумал. С советиком. Вот это зарядка, как будто он с жопой втягивает воздух вся. Я не знаю, слышно на стриме или нет. Я обещал своей девушке медовый месяц. Она думала, мы поедем на Мальдивы. А я планировал смотреть твои стримы. Ну и правильно. Вот только ты подводишь. Больше похоже на медовый день раз в месяц. Братан, стримлю каждый день буквально вообще. Ты чё? Хайлайтман просит перестать. Сколько по шкале более игра? Ну пока 10 из 10, потому что я просто не понимаю, куда мне. Да, она... Блядь, метка есть, блядь. Но её не видно, пока ты не найдёшь, блядь, это место на карте. Вау. Вау. Вы вообще можете представить нахуй ум разработчика, который это сделал? Ух, вот это гений, блядь. Ой-ё-ёшеньки, ё-ё-ё. Вот это, блядь, восхитительный человек. Боже ж ты, мой, это ж надо до такого додуматься, малые. Клакто. Стой, кто я? Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Давно уже пора гертану. Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Как, как там ваши дела? Как они? Спокойней, гертан. Меня прислала твоя сестра. Я принёс письма, которые помогут вашему делу. Всё, что мне нужно, это получить право на проход к Сильверлейку и вызволить Диего из тюрьмы. Большего не прошу. Быть посему. Даю тебе слово. А сейчас в Стюарк и поживей. Проклятие. Что стало с Риклином? Кто такой Риклин? И что стряслось? Риклин один из моих лучших людей. Он ушёл в нижнюю часть пещеры. Надо его... Это он так, типа, разговаривал, разговаривал. Такой, бля, а где Риклин? Странная херня какая-то, честно говоря, блядь. Вот и Риклин, пацаны. Значит, та малая стала вдовушкой, похоже. Где шлем, блин? Шлем подбирал? Шлем Скальда какого-то? Ладно, похуй на шлем. А, он на мне. Ё-моё. Ну, красивый, красивый. Ну, не рогатый, а значит, красивый. А то всегда рогатый, дерьмо какое-то, дропается. Баренька своего может больше не ждать. Может идти на Бусти продавать титики. Печальные новости. Риклин мёртв. Мёртв. Я так рад тебя видеть, что случилось с Риклином. Он умер. Когда я нашёл Риклина, он был уже мёртв. Уже мёртв, говоришь? Ну да. Как грустно. Да, к чему? Но я сдержу своё слово. Диего выйдет на свободу, а ты получишь разрешение. Весь стюарк теперь у тебя в долгу. Вот, прими этот щит как знак нашей дружбы. О, доспех, наконец, пацаны. О, ну это просто... Я как будто уже в лейте, пацаны. Как будто игра вот-вот закончится. Теперь выходит один из нас. Получается так, я гражданин. Красивая игра, согласен. Игра потрясающая. Эта игра всем играм, игра такую бы игру всем нам. Хорошо, что она есть. Нам как будто повезло, что мы живём в одну эпоху с этой игрой. Эта игра опередила своё время. Ей стоило выйти в 1354 году, после конца света. Кастор. А где Диего-то? Его же обещали освободить. Его просто освободили, и мы его больше не видим. Он типа такой, мы открыли клетку, и он такой, хм, меня освободили. Пойду-ка я. Или что? Я не понял, бля. Куда он делся-то? В тюрьме его больше нет. Не понятно. А, он был в тавер... Ой, бля. Тут заставка была, вот почему я вылетел. Она не запустилась. На стелс. Вот, подкрался незаметно. В таких доспехах это мастерство. Пойдём. Омертвецы, повелитель. Мы вернёмся. Конечно. С людьми. И лопатами. Чуваки, кто эти люди? Чё нам показывают? Морков знаю. Ты принадлежишь мне, Мора. Кто? Это меня поймали, или кого кто это? Я только понял, что здесь есть орки, пацан. Чуваки, тут чё, автолевелинг, что ли, присутствует? Почему я дамажу столько же, сколько и в начале игры? Такое ощущение, что я в Диаболу 4 играю. Там такая же херня. Да? Да не может быть. Вот это вкуснятие. Обожаю автолевелинга. Как будто идеальная игра. Вот, теперь, когда письмо доставлено, мне бы хотелось попросить... Костелян, он армянин, походу. Чтобы у тебя не было задело, оно подождёт. Мне пора возвращаться в замок. А Доран до сих пор бродит по полю боя. Пётр Иванович всё бродит и бродит. Он отказывается возвращаться в замок. Уговори его. Тогда я смогу выслушать твою просьбу. Пацаны, а у вас не складывается впечатление, что в этой игре натурально три модели мужских? Эй, бальзам. Карельский. Что стряслось? Мне нужны грибочки для опытов. Понятно. Да-да. Опыты? Что ты несёшь? Я всё-всё объясню, только принеси грибочки. Грибочки. Грибочки, да. Ладно, выкладывай. Что за грибы тебе нужны? Ядовитые. За это кваздают меч тысячи чушек. Очень. Растут на крови. Стой! Квасток вылови! Битва, да? Господи. Да. Славная битва. Стою, стою. Грибочки. Коль скоро кровь из ран отверстых окрасит корни и траву, ты знай, на той багряной месте грибы плодятся и живут. Если ты сам знаешь, где растут грибы, так всё не сидит. Ах, там всюду гоблины, всюду. Мелкие поганцы не дают мне прохода. Хорошо. Если я вдруг набреду на эти кровожадные грибы, то принесу их тебе. Некровожадные грибы. Ядовитые сморчки. Ядовитые сморчки. Пойду я челу за сморчками и гоблинов начну я бить. Надеюсь, что они, ебланы, не спрячутся в сортире. Фить! Не знаю. Блин. Бездарь. Согласен, согласен. Ладно, я могу получше попробовать. Грибы запряг искать алхимик. Сказал, что вкусные они. Иду я, словно биохимик, искать грибочки. Хи-хи-хи. Видите, я могу, могу, если захочу. Приветствую. Алхимик, биохимик, это крутые рифмы. Хи-хи. Гилтор? Он приказал тебе вернуть меня в замок? Да. Забудь. Я не уйду, пока не отыщу флаг нашего лорда. Ни за что. Да ладно тебе. У Гилтора сейчас и других забот хватает. Не станет он тебя журить за потерю флага. Я не гнева, смотритель, я страшусь. Тогда чего ты боишься? Потери чести. Если я вернусь без флага, то покрою свое имя позором. Навеки. Блин, я даже, даже я вздохнул. Убедил. Знаешь что, я тебе помогу. Они знают, что это никому не нравится. Они пытаются скрыть все за посторонний. А его не могли украсть? И кто это мог быть? Гоблины! Capture the flag from goblins. Топор пропустил. Ай. Ничего страшного. Радикс не принял топор, пропустил. Все это второстепенно, ребят. Первостепенно это грибочки. Грибочки. Морочки. Грибочки. Ты их принес? Принес, мать, они мать. Вот твои проклятые игры. Где мой меч? Чудненько. Иди, пойди, пойду я грибок. Теперь осталось найти свежий череп. Сказал я в шок. Вот в твоей голове есть отличный череп. Да, да, да. У меня большая голова, потому что... Как насчет черепа, который не прикреплен к моей шее? Конечно, конечно. Принеси мне череп с поля боя, да? Хороший и свежий. Свежий! Я, наверное, совсем свихнулся, Но я принесу тебе череп. Тебя не вразумить, сдохни, ублюдок. Нет, погодите. Я схожу за черепом. Но квест интереснейший. Прибеги сюда, потом туда, Потом сюда. Там туда. Так, ну а что потом? Тазобедренную кость? Или, может быть, топор? Возьму, кстати. Череп. Череп. Так что? Что? Ты отдашь мне свой череп? Свой нет. Вот, держи этот. Вот тебе череп. Неплохо, неплохо. Но если приглядеться получше... То что? Твой череп лучше. Свежее. Он мне понадобится. Опять? Я из тебя лучше шкуру сдеру, кретин. Голова! Серьезно? Это что, шутка такая? Не тот череп взял. Блин. Давайте загрузим. Аканья дурка, как центр Петербурга. Это квест такой. А, тебя развели. Блин, чуваки. Ну зачем вы разводите? Вот что вы, блядь, так себя ведете? Какого черта, блядь? То есть весь рофл был в том, Что этому долбоебу просто нужен мой череп. Правильно я понимаю? Об этом как бы хихи и хаха. Не заключается. Никакой нормальной награды Или сюжета какого-то нету. Я понял. Да еб твою мать Блять, я больше никогда лутать не буду Ну серьезно, зачем я, блять, нажал что-то Ладно, надо полутать Да ебать Чуваки, игра в натуре Не очень Она в натуре не очень Я не знаю, заметно это или нет по стриму Но есть к ней вопросы определенные Такой флаг, да? Флаг моего господина Это он, моя честь спасена Благодарю тебя, незнакомец Да чего там, кстати, я иду в замок, а ты не собираешься? Надо бы Увидимся в замке Силверлейк Так И мы теперь Идем искать Гилтера В замке Силверлейк Который находится Может быть Там Или еще где-нибудь Где-то он есть Иди за ним Логично Он не идет никуда, ребят Так Продавай мне А, это яблоко 200 за одну хилку 200, блядь 200 Сколько? Охуе Знаете, что? Я куплю 653, блядь, яблоко Лучше, ёпта И буду, блядь, просто Ёбнутым Долбоебом Который шрет яблоки, блядь Чем я могу помочь? Я пришла сюда из замка Вообще, я торговка Но время сейчас нелегкое Вот и ухаживаю за раненым Так, так Красоточка Смотрите, какая Пляши Уж точно не здесь О чем ты хотела их попросить? Раненые нуждаются в лечебных орешках Мне нужны люди для охоты на кабанов Иди нахуй Вышла в пизду Сама я тебе кабанов Своих, блядь, тварь Орешки, блядь Из говна своего выковыри Лечебные орешки, блядь Совсем охуели Сели мне на шею, блядь Так, мы идем, да, туда? А, блядь Вот это уже начинает калить, ребят Я все понимаю, конечно, но Орешки Ореховый кабан Какая-то замануха Всего шесть кабанов Но, блин, назад бежать Херня какая-то Не знаю, ладно Давайте забью кабанов Че думаете? Игра меня прогнула Под себя И заставила делать то, что мне неинтересно Но если она попросит череп принести потом То я, как бы, не пойду Я насобирал немного Вот спа Теперь можно и целебного Это точка Тебе сгодится? Горькое лекарство Хоть овощи теперь расти начну Тут постоянно дождь идет О, ля какая Посмотрите, какая красотчик Ну поговори же со мной Ушла бабка Костылян Костылян Че оказалось Костылян Костылян это должность, да? Я не знал, да? Я такого слова даже и не знал Я думал, это армянская фамилия Они навалились Еще тогда, когда мы расставались Ну сколько там Год три назад Не забрала с собой И там была футболка Но дворники там Они реально палят, когда ты К помойке что-нибудь большое приносишь Там большой тюк Вещей Открой ворота Мне надо поговорить с Архагом Да, да, да Ребят, я перепутал Таджик был начальником А русский был дворником Все верно Прошу прощения у всех Так, что мне помешает Дать тебе помордиться? Ничего Но ворота не откроются Я их сам открою Так я их сам открою Да? И как? Ворота запираются Я ТКЛ в виду А? Как тебе такое? Как мне убедить Даруку Открыть ворота? Услужья к Бошу Сходи к Мелугу И принеси Скахань Скахань? Я ни слова не понял Алкашик Че орки Орки спиваются Очень умный В тебе есть кровь орков Чуть-чуть Как он чувствует После получения платины Че? Че он несет? Говорит В тебе я чувствую Есть орчья кровь Разве что в самой заднице Мне кажется Пастух был трахнут орками Еще в той деревне Помните там большой Такой орбит Я достану Можно было переместись В прошлое и выбрать Вместо Мэтт Дисон Другой псевдоним Какой бы ты выбрал Я бы просто Фамилию бы использовал Как псевдоним Как Купленов Только Давыдов Понимаете? То есть У меня была бы такая Мне не нравится Мой никнейм Вообще Абсолютно Блин Насчет тупорыла То что я не могу Блядь Выставить свой никнейм На Твиче То что его занял Кто-то Скахань? Зачем она человеку? На пути стоит Акбоша Не пускает внутрь Пока не принесу Скахань У орков Есть пословица Ты ешь Моих вшей А я ем Твоя Так Чего? Тебе нужно попасть Ворочий лагерь Акбошу Нужна Ааааа Блядь Какой-то Улум-улум Немал Как пацаны Ирай? Ах Да Это сын вождя Почему я просто Забить не могу И забрать Эту скахань Вонючую По-боему Он от меня Прячется Так А Ирай Скажет Что ему нужен Еще кто-нибудь Попробуй отыскать Этого Ирая Приветствую тебя Мой друг Это че Вообще Такое Лестер Нихуес Ну понятно Понятно РПГ Как она есть Здравствуй Мой друг Что привело Тебя в эту глушь Твой друг Разве мы уже Встречались Все люди Мои друзья Странник Пока Они не докажут Обратное Да Нурник Ганемет Бог кумиров И однополой любви Да Есть Такой Ганемет Согласно Греческой Мифологии Прекрасный Юноша Сын Троянского Царя Троса Из своей Красоты Он был Похищен Зевсовым Орлом На Олимп Здесь Сделался Виночерпием На пирах Богов И возлюбленным Зевса Ему Также Были Дарованы Бессмертие И вечная Молодость Миф о Ганемете Стал Один из Самых Популярных Сюжетов В искусстве Древней Греции Ну ты Статуи у него Есть С маленькой Пиписькой Прям как у меня А я что-то Даже не знаю Говорят Самый Популярный Миф Греческая Культура Я впервые Вообще Слышу Эту херню Короче Ганемет Это Лунопопик Зевса Которого Трахал В задницу А Ганемет Довольный Попивал Винишко Ладно Хер с ним Мне даже С Лестером Горить Не хочу Все равно Это Поддельный Лестер Ненастоящий Это Ирай До этого А в чем Проблема Мне Вот ради Этого Надо было Это мальчик А нет Это не Ирай Тогда кто ты Никто Написаны Ирай Поясни Шалок Украл Душу Ирая Злой Шалок Шалок Украл Твою душу Он что Шаман Нет Вообще Очень похоже Честно говоря Такое ощущение Что Они такие Нам дали Делать Готику Ну-ка Сыграем Запустили Первую Вторую Она у них Либо не пошла Либо они Не разобрались А третью Короче Разобрались Только как Запустить Трешку Отсюда И продолжение Ну точнее Проклятых Богов Отвергнутых Отсюда И продолжение Сюжетки Этого Фимоза И квеста Такого же Уровня Пойдем Искать Амулет Шалома С душой Ирая Если тело Ирая Дотащится До хижины Мелага Стоящий Здесь Человек Вернет Ираю Душу Обещаю Ну он Пришел Я пришел За душой Ирая Диалоги Тут Это не твое Дело Просто отдай Все Теремен Ты сильный Сможешь Забрать Душу Ирая Человек Дерется Или уходит Ну и что Выбрать Конец Или драться Ну ладно Давайте Подеремся Защищайся Человечку Будет больно Глашу Бур Какой-то Блядь Он вообще Глаза Может разуть Посмотреть Кто против Него Стоит Амулет Душа И рая Не здесь Я спрятал Значит Пещера В ней Сум Да не может Ой Блядь Где эта Пещера С амулетом Пиздец Какой же Ну Идем На Восток Тю-рю-рю Блядь Такая Хуйня Я просто Тимашу У меня уже Истерика Скоро будет Блядь Если учесть Отвергнутых Богов Я уже Бляда Можно и Готику Три Посчитать Я уже Ёбта Блядь Наверное На 50-ый Час Зашел Этого По дай Принеси А то и На 60-ый Это просто безумие какой-то вот держи амулет я это я я это я раз уж так написано на амулете значит и правда и рай сын марига рад за тебя я сын марига будет драться умрёт куру курах куру курига может подождать пока я поговорю с мелагом надеюсь что жизнь в глуши укрепил я надеюсь это самый интересный квест что-то у меня дурное предчувствие насчет боя с архагом это правда слишком слаб ему надо готовится еще много много лун с архагом придется драться я брошу вызов архагу а самолетом и рая меня же в заднице есть урочая кровь ребят тогда ты станешь и тогда у архага не будет выбора ему придется принять это серьезно вот этот поворот он перестанет быть вождем раз так давай эту проклятую скахань держи постой что такое спрячь душу и рая туда же где у меня кровь орк или перед тем как бросить вызов архагу почему иначе архаг откажется биться с тобой он не верит в душу но орки сильверлейка верят если ты будешь ему вызов будучи раем он вынужден будет драться с тобой или перестанет быть вождем ладно отлично теперь я орг нет поживаешь мой друг охуительно поживаю кстати реально правильно заметили обычно морков рисуют зелеными во всех играх а здесь ну скажем так темнокожие странная хрень твоя душа моя душа ай блядь не могу больше эту хуету слушать блядь пошел нахуй своим архаласом блядь дайте мне просто пиздить у орков что это за игра такая блядь почему ты и рай да блядь не хватит кто написал эти диалоги блядь еще волосатый анус показывают орка этого ёбаного я как будто блядь в фоллауте один интеллекта выбрал это ужас хочешь отомстить за марига я возьму твое тело вот твое вонючее варево все бахнул мистера сидора доволен почему ты рай ну так получилось кто-то и рай кто-то нет я вот взял амулет и рай теперь я и рай пиздец блядь чуваки сейчас секунду и рай ты рай я не знаю мне такое ощущение что дизайнер этих подземелий он такой типа я схема рисовать не буду если чё не хайпуйте так но он такой надо нарисовать данж так вот его вход да так и должно быть хорошо мне нравится отличный данж блять что за урод а это рандомная генерация это рандомная дегенерация это трусливый хряк спасибо я согласен душу рая куда подальше но если хочешь драть лучше бы можно было сразу ворваться и отпиздить всех орков я не понимаю почему мне не дали такой вариант все равно всех пиздить какая разница тому который на воротах проломил бы башку скал открывай дверь или добью надо же человек нас сейчас засыпет пойдемте не знакомец не гилтер ли тебя красивая броня у него кстати вот это мне нравится кстати его броня надеюсь он отдаст и нам да я здесь чтобы вас освободить славный малый старый добрый гилтер эрхак мертв ты свободен незнакомец я у тебя в неоплатном долгу клянусь как только я вернусь в замок тебя щедро наградят но перед тем я должен попросить тебя об услуги о чем ты хочешь попросить речь о моих людях недавно заргаш беспощадный правая рука эрхага отправил их в горы рубить лес ты блять издеваешься что ли долбоеб я тебя из тюрьмы освободил орочи только что какие люди не беспокойся а ну да конечно я схожу за твоими людьми но на этом нашим бедам еще не конец понимаю выходит придется мне заодно при понимаем с уршулом счастливо тебе добраться увидимся в замке пусть и нас направить твою руку моя рука тянется блять к нам стал ёпта блять вот куда тянется моя рука я переезжал москву не знаю не вижу вообще не смысла переезжать петербург был отстойный город даже мое пиво там не покупать на то что я всегда отзывался негативно питер на мой взгляд питер от ну типа вообще говно я бы в тагорске лучше остался я серьезно мне даже екатеринбург больше нравится ли там я не знаю до любой город питер топ-0 вообще просто отвратительная дыра холодная мерзкая вонючая босса на так тебя послал сам аданас вас блин 20 человек с топорами изрубили бы этих орков давно он какие здоровые я думаю надо проводить наши спины и так сагбены от деяния сагбена пора вновь учиться ходить с поднятой головой до вас опять триорг попустят блин помойники блин мне стыдно за таких людей сорить сколько их раз два три четыре пять шесть семь все на full арморе с некоторые с вооружением а кто стучит пацаны кто стучит тут же нет никого они просто блять вы прикинь они просто сделали здесь звук стучания топоров хотя уже никто не работает это конечно да руки базуки миллионеры живет или не то что то ну зато у него руки базуки у меня нормальные тип каждый что-то имеет я руки нормальные он деньги и кстати не понимаю как он так всегда мне казалось что руки базуки тупой но на самом деле он блять до хуища умный он просто гений блять монетизировать такую хуйню как разбухшие руки и заработать на этом кучу бабла это пиздец это говорит о нем как и человек который как раз таки концептуально продвинулся в отличие от большинства вот заводчан то есть чувак на заводе вытачивает бля какую болванку за 10 тысяч рублей в месяц весь горбатый умирающий смеется с рук базу типы и руки базуки долбоёб так руки базуки на вилле блять жарит проституток блять и купается в деньгах и кто тут долбоёб позвольте мне спросить вот чему в школе надо учить блять не математики не физкультуре блять него и прошу прощения физики это же разные вещи да не литературе а надо объяснять людям бля как деньги зарабатывать понимаете чтобы не работать никогда и быть популярным там но я так не хотел типа я думал одно время сделать закачать все в член член rocket launcher и хотел назвать всякого там такого же дерьма но потом передумал решил что не стоит это все хорошо нас никто не будет работать только кто будет проводить интернет и поставлять продукт я бы тебе ответил кто я сегодня уже извинялся блин тут есть квест который называется прудовка и грязное дело блин звучит хайпово слушать не хочу дополнительный квест делать но блин грязное дело еще и а прудовка еще и от женщин шанс квертанет на меня и не знаю чё это за херня ты можешь помочь нашим ранен а нет надо и короче ставлю жопу что надо найти траву прудовку за сильверлейком есть дорожки там растет жопа в этот раз не проиграла хорошо конец так а грязное дело это что найти памперсы что парень нравится моя работа мы сейчас отправляемся в тушу чтобы встретить там грушу не написано где туша находится где туша ребят туша нет туша туша мне надо в тушу ребят где туша завал какой-то где туша ладно дошли мне нравится что каменный голем горит я считаю ну типа круто я застрял